Редкий, наглядный, к сожалению, очень типичный и оттого поучительный случай перекруто яичко у 40-летнего мужчины. Обратился он к нам в больницу Боткина сегодня в связи с окончанием больничного, как он выразился. Боли в правом яичке и увеличение мошонки в размерах начались две недели назад и сохраняются по сию пору. Не уступают назначенной антибактериальной терапии, хотя субъективно пациент отмечает некоторые улучшения состояния. При повторном обращении в районную поликлинику наконец-то было выполнено УЗИ органов мошонки. Я вам покажу в качестве иллюстрации фото и видео, которые я сделал на своем аппарате. Вот так выглядит правое яичко. Выявлена явно неоднородная паренхима с жидкостными включениями. К сожалению, я не сделал фото заключения, которое было дано пациенту. Было бы интересно вам его показать, потому что даже после УЗИ диагноз не был поставлен. И пациент был направлен в стационар с подозрением на опухоль яичка. Если мы посмотрим на этот слайд, то мы увидим, что с правым яичком что-то действительно не так. Оно увеличено в размерах, паренхима неоднородна. И на первый взгляд это действительно похоже на опухоль. При включении доплеров в здоровом яичке, а начинать следует именно со здорового яичка, мы видим прекрасный, замечательный, нормальный кровоток. Это говорит не только о том, что с левым яичком все в порядке, но и говорит о том, что настройки доплера правильные. А затем мы переходим на правую половину и видим, что кровоток в тканях мошонки очевидно усилен, а в паренхиме яичка отсутствует. Отсутствие кровотока в паренхиме однозначно говорит о перекрутии яичка. Это очень простой диагноз, если врач знает, на что нажимать в аппарате и куда смотреть. Давайте в последний раз взглянем на эти два яичка. С правой стороны перекрут, кровоток отсутствует, слева норма, кровоток нормальный. Именно такую картинку следует приложить в качестве иллюстрации к протоколу УЗИ, если вы даете его на руки. Исход этой истории очевиден и печален. Сохранить яичка со 100% гарантией можно, только если с момента перекрута до операции прошло не более 6 часов. Затем шансы резко снижаются. В паренхиме происходят необратимые изменения, и если с момента перекрута прошло более суток, то спасти яичко уже невозможно. Наш пациент сегодня был госпитализирован в экстренном порядке для орхоктомии. А мы с вами можем обсудить, почему, собственно, произошла такая ошибка в диагностике. Но, во-первых, нужно сказать, что подавляющее число перекрутов происходит в подростковом возрасте. Поэтому мы, взрослые урологи, встречаемся с этим состоянием крайне редко. Ну и, грубо говоря, мы к нему не готовы. При этом клиника перекрута яичка крайне похожа на клинику острого эпидемита, который встречается сплошь и рядом, и по поводу которого мы обычно назначаем антибиотики широкого спектра длительно. Во-вторых, до сих пор не все урологи имеют возможность сделать УЗИ сразу во время приема. Мне повезло, я все 25 лет, которые я работаю урологом, имел в кабинете УЗИ аппарат, и должен признать, что это невероятным образом облегчает жизнь и облегчает диагностику разных состояний. Ну и, в-третьих, конечно же, ультразвуком надо еще уметь пользоваться. Как мы видим из сегодняшнего случая, даже выполнив УЗИ, наш коллега ограничился только сканированием в B-режиме и не включил Доплер, и в итоге он поставил неправильный диагноз опухоль яичка. Поэтому, дорогие друзья, дорогие коллеги, надо смотреть разные учебные видео, посещать лекции, читать профессиональную литературу. Мы должны учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил классик. И мы должны помнить, что наши ошибки слишком дорого порой обходятся нашим пациентам. Пациентам